В столице Верхней Волжи открылась седьмая международная историческая школа. В её работе принимают участие около 150 человек из 31 страны. Это российские и иностранные студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по историческим и смежным гуманитарным специальностям. На открытии побывала наша съёмочная группа. Международная историческая школа проходит под эгидой Российского исторического общества. Приветственное видеообращение участникам направил председатель общества Сергей Нарышки. Убеждён, что соприкосновение с героической и древней историей станет для вас источником исследовательского энтузиазма и научного вдохновения. А эти весенние тверские дни останутся в вашей памяти на всю жизнь. Международная школа объединила студентов из разных стран, которые сейчас учатся в российских вузах. Я узнала про историческую школу из интернета и очень хотела участвовать. И, к счастью, я прошла отвор и очень рада, что сейчас нахожусь здесь. Я думаю, что такое мероприятие очень полезное и очень помогает для иностранцев, ну, иностранцам и студентам, чтобы расширить свои знания о России. Я приехал сюда, потому что я знаю, что есть возможность, например, более научиться про историю в России. Здесь замечательно, есть много интересных людей. Я могу научить более про культуру, про историю в России. По традиции, каждая международная историческая школа проходит в новом месте. Это позволяет участникам познакомиться с богатым культурным наследием России. В этом году точкой притяжения стала столица Верхневолжья. В городе, который действительно имеет многовековую историю, старше Москвы, с точки зрения упоминания. Так что здесь у вас будет полная возможность вместе с учебой познакомиться с культурно-историческими памятниками, которые связаны самым тесным образом с историей отечества российского. В истории Верхневолжья отразилось много значимых событий российской истории. Тверская земля помнит борьбу наших предков с ордынскими полчищами. Смутное время, Отечественную войну 1812 года. И, конечно, события Великой Отечественной войны. Калинин стал одним из первых областных центров, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков. Сохранение памяти о подвиге советских солдат, передача юному поколению исторической правды о Великой Отечественной войне – наша святая обязанность. Это не только проявление уважения к прошлому, но и гарантия единства народа и суверенитета государства в будущем. Приветствие организаторам, участникам и гостям торжественного открытия мероприятия направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Участников объединило чувство глубокого уважения к великому прошлому России, ее уникальному духовному и культурному наследию. Важно, что мероприятие позволяет молодым людям пообщаться с опытными и авторитетными экспертами, получить бесценный опыт и знания для реализации просветительских, гуманитарных и образовательных проектов. Главной площадкой проведения образовательных программ стал Тверской государственный университет. Во время образовательных сессий студенты смогут пообщаться с кандидатами исторических наук, доцентами университетов страны. Программу международной исторической школы разбили на пять тем. История Великой Отечественной войны, история русского искусства, история российской науки и технологии, история древней и средневековой Руси и модернизация в истории России. В рамках каждой программы запланированы круглые столы и дискуссии, а также конкурс студенческих проектов.